...заезжали в нашу деревню, мы убежали из Нальчика, потому что немец подходил к городу. Мы бежали к деду туда, и я помню, как они нас догнали и въезжали в наше село, на Мотоцинк. Я помню это. Но, конечно, я знаю, что мать сидела в гестапо, потому что муж был комиссар партизанского отряда. И ее выпустили. То есть не успели расстрелять. Это так. На самом деле не успели. Технически не успели они расстрелять. И она вернулась туда от дома и увидела отца, который был привезен из леса. Так что у меня воспоминания довольно сильные, которые остались на всю жизнь. Я помню даже того немца, который жил у нас. У нас тогда довольно приличный дом был, поэтому он какой-то офицер жил у нас. Да, я помню, как они отступали. Я даже не знаю, перед кем они отступали, потому что, когда пришли наши оборванные, грязные, как стата, я думал, как это может быть. Ну, да. А немец прибежал, потому что его машина прибежала, и достал из сапога вилку, и оставил там на параде. Да, и она вилка долго-долго-долго-долго. Значит, вообще, можно сказать, что зло, 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 это имеет отношение ко всем людям одинаково, и добро тоже. Так что я думаю, что Шостакович писал не только о нашествии немцев на нашу страну, а он писал, в принципе, про зло, которое наступает на человека.